Слушайте ток-шоу Радио Крым Реалии на средних волнах на частоте 549 АМ, каждый будний день в 8.35 и в 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии Поговорим сейчас уже о ценах на бензин. Российские нефтяные компании согласились заморозить цены на бензин на внутреннем рынке до конца года. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака. А может ли заморозка цен Кремлем остановить рост стоимости бензина на полуострове? Почему цена топлива в Крыму постоянно растет? Как отразилось открытие движения по Керченскому мосту на ценах на топливо? И можно ли остановить рост цен по инициативе российских властей полуострова? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания Итак, поводом для нашего сегодняшнего эфира стала новость о том, что правительство российское обязало нефтяные компании подписать соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом рассказывает РБК. Согласно документу, до конца года нефтяные компании будут удерживать цены на топливо для внутреннего рынка на уровне июня 2018 года. В 2019 году цены должны расти на основе среднегодовой инфляции. В случае нарушения соглашения правительство может запретить нефтяникам экспортировать нефтепродукты за пределы России. Напомню, что весной 2018 года после резкого скачка цены серии протестных акций правительство обязало нефтяников заморозить цены на топливо. То есть это уже было. И осенью нефтяники уже отказались сдерживать цены. Так что я так понимаю, что мы имеем дело с очередной попыткой сдержать цены. Я думаю, что крымчане уже успели обнаружить эту проблему. О том, что осенью цены на бензин вновь стали расти. И вот о том, как сейчас обстоит ситуация с ценами на топливо, мы поговорим с атаманом крымского казачества и организатором обманутого Крыма Сергеем Акимовым. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот Сергей, мы хотели вас услышать, а вы так сорвались. Что ж, я попрошу моих коллег снова связаться с Сергеем Акимовым и еще немножко расскажу о том, как, собственно, происходила борьба с ценами на бензин у российского правительства. Напомню, что весного 2018 года уже пытались это сделать, пытались сдержать цены, заморозить их. Однако тогда нефтяные компании просто продержались буквально пару месяцев и осенью цены вновь начали расти. По мнению нефтяников, стоимость литра топлива нужно было увеличить на 4-5 рублей, напоминает газета ведомости. Однако по оценке РБК с июня нефтяные компании недополучили уже 150 миллиардов рублей доходов именно из-за заморозки цен. Напомню, что в октябре счетная палата также прогнозировала резкий скачок цен на бензин в России с 1 января. Как ожидают эксперты, новое повышение акцизов может спровоцировать увеличение цены литра бензина на 15%. Все это, конечно, звучит красиво, но вот у крымчан возникает очень странный вопрос, потому что президент России Владимир Путин еще летом обещал крымчанам, что после открытия автомобильного движения по Керченскому мосту цены с регионами России уравняются. Давайте послушаем Владимира Путина. Проблема известна. Вот в чем дело. Дело в том, что на некоторые товары, услуги в Крыму цены пониже, чем в соседних областях, чем в Краснодарском крае и в Ростове, в Ростовской области. На некоторые в Крыму все-таки цены выше, чем в Ростове, скажем, или в Краснодаре. Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска, имея в виду автомобильное движение грузового транспорта, потоки товаров, взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены, а, стабилизируются и уравняются между близлежащими регионами Российской Федерации. И с нами на связи Сергей Акимов, атаман Крымского казачества, организатор обманутого Крыма. Сергей, вот действительно ли после открытия Керченского моста, по крайней мере, хотя бы с бензином ситуация стабилизировалась? Нет, цены, конечно, не опустились, но, как правило, у нас все цены поднимаются, но у них редко, когда опускаются. А мы правильно подмитили, что мы уже не просто видим там цены, а ощущаем эту цены уже на себе очень давно, на бензин именно. Ну, на всех, например, питание. Что ж, мы видим, что у нас есть все-таки какая-то техническая проблема с телефонной связью, мы не отчаиваемся. Мы продолжаем пытаться связаться с нашими спикерами. Я же просто хочу сказать, что если вам есть что сказать по теме эфира, если вы готовы рассказать нам о том, растут ли цены на бензин, как вы ощущаете на себе рост цен на бензин, мешает ли это вам как-либо в вашей деятельности, или вы, наоборот, считаете, что цена должна быть справедливой, и нефтяникам нужно дать возможность заработать, то звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Напомню также, что к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 3118. Также вы можете писать нам в Твиттере, в Фейсбуке, можете предлагать нам свои темы программ, заходить на сайт Крым Реалии, там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик, на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Мои коллеги говорят, что, возможно, наши проблемы с телефонной связью связаны с новыми российскими санкциями, против Украины. Не знаю, проверим это в санкционном списке радио «Крым Реалии» не значится. Однако, чем черт не шутит. Но это не помешает нам в любом случае говорить о ценах на бензин в Крыму, о том, как они меняются. А также о качестве бензина. Напомню, что недавно в России прошло исследование качества бензина. В том числе, оно затронуло и аннексированный Крым. И вот, согласно этому исследованию, наибольший риск купить некачественное топливо в соседней России – это в Хабаровском крае, а также в аннексированном Крыму. Об этом в свое время заявил заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов. И, по словам чиновника, на полуострове нет российских государственных лабораторий, которые следили бы за качеством бензина, а частных недостаточно. Именно это, подчеркнул Кулешов, не позволяет проводить проверку надлежащим образом. В 2019 году Росстандарту пообещали выделить 400 миллионов рублей на оснащение лабораторий. Алексей Кулешов заверил, что средства пойдут на оснащение базовых государственных лабораторий в Крыму и Хабаровске. А ранее Федерация автолюбителей России пришла к выводу, что большинство российских автозаправочных станций регулярно не доливают топливо клиентам в среднем на 5%. Мы же попытаемся вернуться к истории о заморозке цен на бензин. Напомню, что поводом для нашего сегодняшнего эфира стало соглашение российских нефтяных компаний и правительства РФ о заморозе цен на бензин на внутреннем рынке до конца года. По крайней мере, об этом со ссылкой на вице-премьере Дмитрия Козака сообщило агентство Интерфакс. И сейчас с нами на связи украинский эксперт топливного рынка Сергей Сапегин. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Вот по вашему мнению, насколько вообще идея заморозки цен на бензин на внутреннем рынке жизнеспособна? Потому что, как я уже говорил, в 2018 году летом уже пытались уговорить нефтяные компании сделать подобную заморозку, однако к осени как-то не сложилось и цены вновь начали расти. Вот вы верите в то, что на этот раз до конца года как минимум цены действительно будут заморожены? Здесь ситуация выглядит таким образом, что чем дольше мы замораживаем рынок, чем дольше мы вмешиваемся в экономически обоснованное рыночное ценобразование, тем сильнее мы сжимаем пружину, которая в конце концов разожмется. И поэтому компании, да, соглашаются, что мы будем до конца года держать тот уровень цен, который нужен правительству, но в январе 2019 года вводятся новые акцизы, и это повод для того, чтобы отыграться, с легкость компенсировал те потери, которые происходят сейчас у компании. А вот скажите, пожалуйста, ведь новые акцизы, это не та часть, которую компании будут класть себе в карман, а по большому счету от заморозки цен они же теряют деньги. То есть таким образом акцизы будут накладываться еще на необходимость компании компенсировать те недополученные доходы, насколько я понимаю, только чуть позже. Конечно, конечно, рост цен будет значительно больше, чем рост акцизов с января, потому что компаниям нужно скомпенсировать, вы совершенно правы, потери. Однако рост акцизов это повод для того, чтобы сказать, ну, смотрите, мы же шли во многих инфляциях, а сейчас у нас есть отличный повод, чтобы объяснить населению, что цены должны расти. И компании, естественно, будут поднимать цены. А вот по вашему мнению, это не приведет к снижению спроса на бензин? Ну, условно говоря, люди просто элементарно начнут меньше ездить на автомобилях, и таким образом все равно нефтяные компании проиграют, просто за счет того, что люди не могут больше денег тратить на бензин. А тут вы совершенно правы. И, честно говоря, вот это противостояние, которое мы сейчас видим между вертикально интегрированными нефтяными компаниями, которые добывают нефть, ее перерабатывают и подают розницу, и независимыми трейдерами. Но вот если бы рынок рос, если бы потребитель был готов платить любые деньги, это противостояние не возникло бы. Оно говорит о том, что на рынке возрастает конкуренция, и крупные нефтяные компании хотят забрать долю, которую сейчас имеют независимые трейдеры розничные. А это примерно половина рынка. И это как раз подтверждает то, что конкуренция на русском рынке обострилась, что потребитель не хочет уже платить по тем ценам, которые есть, или не может. А вот просто у меня всегда возникает еще такой вопрос. Все-таки Россия нефтяная держава. Она добывает нефть, фактически может, наверное, позволить при желании, учитывая то, что все-таки полномочия у российской власти достаточно широкие, держать цены на бензин, условно говоря, на социальном каком-то уровне. Почему, по вашему мнению, этого не происходит? И вообще, возможно ли на самом деле в современных условиях такое делать, или это просто мои недосужие фантазии в эфире? Ну, смотрите, то, что мы сейчас видим, это есть результат налогового маневра, когда основная нагрузка ложится на те компании, которые добывают них. Дальше правительство себя сняло, скажем так бы сказать, все обязательства по контролю за ценообразованием, поскольку налоги собираются с нефти. Вы знаете, что получается? Россия интегрирована в мировой рынок, и компаниям стало выгоднее работать на внешней рынке, потому что в Европе цены высокие, мы видим, какие цены на нефтепродукты, на европейских торговых площадках. В результате внутренний рынок оголился. То есть это следствие той экономической модели, которая сейчас применена. И вот эта модель, она обостряет все внутренние противоречия, которые есть на рынке с одной стороны, и, естественно, желание винтов забрать часть рынка и не делиться частью розничной прибыли с независимыми трейдерами, которые сейчас работают. Сергей, вот по вашему мнению, для Крыма какое-то может иметь последствия? Ведь в Крыму все-таки работают, ну, скажем так, достаточно особенные трейдеры, которые, скорее всего, боятся так или иначе быть связанными с аннексированной территорией и, соответственно, с возможными санкциями в связи с этим. Это может как-то повлиять на ситуацию на крымском рынке? Или изменить ситуацию с трейдерами, например? Те, которые работают в Крыму, они уже работают. То есть они не боятся. И это как раз, по сути, самое главное, что, на мой взгляд, позволит понять, что будет дальше. Потому что на материке независимые трейдеры попадают в такие ножницы, когда оптовая цена не позволяет им эффективно торговать на заправочных танках. И часть заправок будет уходить от рынка, часть уходить в тень, потому что им как-то надо выживать, им как-то нужно улучшать свою экономику. Понятно, что они будут ее улучшать за счет недоливов, за счет снижения качества нефтепродуктов. А в Крыму эту долю некому забрать, потому что крупные нефтяные компании, они боятся из-за санкций входить в розничные продажи в Крыму. И поэтому операторы будут оставаться, те, которые сейчас есть, но они будут перекладывать всю эту нагрузку на плечи конечного потребителя. То есть цена в Крыму будет расти не только исходя из экономической модели, которая складывается сегодня, но еще из, скажем, просто оптовых цен, заложником которого вот эти розничные операторы, которые работают в Крыму, сегодня являются. Сергей, я попрошу вас оставаться на связи, потому что мы еще обязательно обсудим вопрос того, как на Крым повлияет это решение правительства. Это договорено с нефтепными компаниями. Но с нами вновь на связи Сергей Акимов, организатор обманутого Крыма. Сергей, вновь здравствуйте. Благодарю, что вы связались с нами. У меня к вам следующий вопрос. Мы говорили о том, что вы ощущаете цены. Но вот по идее, летом, часть лета, по крайней мере, цены не должны были расти, поскольку правительство вроде как бы договорилось с нефтепными компаниями заморозить цены. Это действительно было так? Или Крым не обратил на это внимание и цены на полуострове повышались? Ну, Крым, как обычно, он как обычно не обращает внимания. Конечно, повышаются цены у нас. То, что запустили ее в мост, скажем так, да, мы постоянно слышим, что мы запустили, что мы запустим, цены упадут. Запустили мост, потом со временем запустили грузовое движение, но цены все-таки не упали. Сейчас, вроде бы говорят, когда запустят железнодорожную веку моста, тогда цены точно упадут на все. Ну, если бы раз, если поблизнее, допустим, у нас в Сябуре есть огромнейшая, огромная, что я нести бага, она была при Украине, она работала тогда, работала и сейчас. Как бы, насколько мы знаем, ну, так, местные люди, что по морю доставлялось уже топливо, но почему-то тут привязывают к мосту. Я думаю, что это, опять же, будет нарушение цен, потому что на сегодняшний день, даже вот за последний этот месяц, как бы у нас уже люди, водители не обращают на это внимание, ну, уже как, кто-то махнул рукой, кто-то, вот все уже не знают, что там и как творится. На сегодняшний день, насколько новизнительное топливо поднялось за месяц на 9,5 рублей. Ну, и потихонечку, как бы бензин он поднялся изначально же, потом чуть-чуть опустили его, и сейчас потихоньку, 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 потихоньку он доползает. Ну, насколько мы знаем, опять же, судя по каналу, включая телевизор, строительство России, то есть Террибинской Федерации, да, говорит, что у нас самые, например, самые большие мы добываем в мире весны и газа, что в России самое веслое теплое в мире, которые сравнивают с темами Европы и Америки. Ну, сейчас это, как, не знаю, может быть, выгодно, наверное, так делать, что сравнивать с теми, в это самое время. Но не забывая, что вопросов нет, там, конечно, не только, но лучше свои зарплаты соответствуют, а у нас, скажем так, не очень зарплаты, в Террибинской Федерации. Сергей, а вот насколько... Ну, это будет повышение, будет. Насколько, по вашему мнению, вот это повышение цен сказывается на кошельках крымчан? Вот 9-10 рублей на литр. Это много или мало, по вашему оценку? Ну, конечно, много. На чем, вот, это не просто там обычно крымчане, а уже, как бы, люди состоятельные начинают говорить. Но, опять же, это сказывается не только, а на... Извините меня, сейчас это так с Россией поднимает, и масруты, и туда пробежки. То есть первое, что, когда она начинается поднимать, и на что спылается, когда проезжают, что там другие, допустим, безусловно говорят, вот, подняли там бензин, подняли, на что, поднимаем и мы. Конечно, сказывается, очень сказывается. И вот, в том смысле, говоря, сейчас даже водители уже не просто злые, а уже все высказывают, как бы, недовольство свое. Лишь, но у меня было такое случение, он говорит, как-то я подъехал на машине к заправке, это было еще, когда первое, что это уже не все было. Когда шел ко мне мужчина пожилого возраста, это дело, там, там, там же у меня бабушка, как он мне потом сказал, и попросил меня добавить именно бензин. Приехал на жигулях, на шестой модели, как бы у меня тоже не Мерседес, на среднем мальчике, не БЛВ, обычная Волга, приступила туда. Ну, в принципе, было. Лично у меня такое было, что ты где-то слышал или что-то, а где-то у меня такое было. А вы говорите, сказывается ли. Сергей, вот просто важный вопрос для продолжения нашей дискуссии, потому что вот у меня есть одно подозрение, я хочу ее проверить с экспертами, ну, и у вам задать вопрос. А качество топлива в Крыму за последнее время как-то менялось? Вот есть ощущение, что параллельно с повышением цен качество топлива как минимум не улучшается, а то и ухудшается? Бывали у вас случаи, когда вы обнаруживали некачественный бензин у себя в баке или же в принципе вы видите, что машина начинает ехать хуже, да, там, предположим, двигатель уже не такой приемистый и так далее. Отдельный разговор, вы правильно подметили. То, что у нас как-то бензин, там топливо очень сильно подорожало, да, тоже самое сейчас водители в основном говорят, что нету газа, он уже нету, он будет подыматься. Но я хотел бы еще заметить, что я вам говорю, что, скорее всего, бензинное топливо сейчас у нас стоит 50 рублей, 50 копеек, а по 60 это сами уже говорят те же ребята, которые занимались несколькими продукциями, а датка у этого идет до 40. Когда там объяснили, что это в Российской Федерации записили договоры, что это, ну, вряд ли неизвежит, да. А вот задают этот вопрос очень правильно, потому что преподействие к любому оператору на запрашивание спросит, это законом просит она. То есть спросит, откуда тот, что он поступает, когда там останется и все остальное, да, в том и так. Вот по документам не стоят, как сказать, по документам как будто заходят в России, а именно в городок это саратор, собака. А реально по качеству топлива в количестве очень сладенькие. А как если это, ну, мягко говоря, очень сладенькое. А почему? Ну, сразу же не получается. Редкий запах, то есть добавление очень много добавлений в сезон. Ну, в принципе, все топливо нормально отставляют до Экспо, а все остальное это, понимаешь, приходит сюда. Ну, у нас же, как бы, здесь, это еще в Сенов, президентом, в Сенковской Федерации зловой, да, что нормально как-то все нет. Ну, наверное, это и все остальное здесь. Это отказывается. То же самое с газом происходит. По документам он заходит в Сенковской Федерации, а это гранит от Сенковской Федерации, а значит, это сейчас не с Россией. Катерская тоже желает, конечно, лучшего. Это такая ситуация. Что ж, Сергей, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с организатором обманутого Крыма Сергеем Акимовым, и я возвращаюсь к нашей беседе с украинским экспертом топливного рынка Сергеем Сапегиным. Сергей, вот такой вопрос. Вот по большому счету, если замораживают цены, в Крыму нет больших операторов, крупных операторов, которые могут себе позволить 3-4 месяца торговать в убыток, чтобы потом дождаться повышения акцизов. И по большому счету, единственный их выход продолжать продавать топливо по замороженным ценам, но себе в убыток, это снижать качество топлива. Я правильно понимаю логику того, что происходит? Я не думаю, что ситуация выглядит так однозначно. Снижение качества это один из путей оптимизации торгизма. Значит, будет уйти что-то недоливы. Будут попытки уходить в серую зону и уходить от налогообложения. То есть здесь надо рассматривать в комплексе и возможно кто-то будет у кого-то больше жировая прослойка может поддержать цены для того, чтобы не привлекать к себе внимания. У компании с властями тоже отношения разные. Поэтому однозначно говорить нельзя, но снижение качества это один из путей. Условно говоря, пока еще рано резюмировать наш разговор, но тем не менее, насколько я понимаю, такие меры по заморозкам, несмотря на всю свою привлекательность для широкой аудитории, которая жаждет низких цен, оно в краткосрочной перспективе может быть и удержит цены, но в среднесрочной приводит к тому, что топливо становится хуже, а спустя какое-то время еще дороже, чем могло бы быть до этого. Вы знаете, краткосрочной действительно может быть, придерживаться, по крайней мере, в условиях, когда есть договоренность, скажем, частевым правительством по удержанию цен и мерах правительства по тому, чтобы эта договоренность не выполнялась, однако, как можно удержать цены, если надежа цены наступят? То есть, это же официальный рыночный индикатор, который показывает ситуацию в рынке. И что получится? В этой ситуации, когда компания не может торговать ценам, которые сформировались в общем рынке, она просто вынуждена будет закрывать продажи этих видов топлива, по которым она уже не может торговать по тем ценам, которые хочет правительство. Поэтому мы можем столкнуться с другой проблемой, проблемой дефицита, и в этом случае поднимет голову серый и черный рынок, когда просто трудно будет найти тот или иной вид топлива, и тогда уже спекулянты будут выигрываться на населении по полной программе, и те 9-10 рублей на одном литре, о которых сейчас говорят эксперты, оценивая экономику изменений, они покажутся нам подарком по сравнению с теми ценами, которые будут предлагаться на черном рынке. Сергей, я правильно понимаю, что это прежде всего такая проблема и такой риск касается тех регионов, в которых нет крупных игроков, которые действительно могут позволить себе торговать в обыдок, прежде всего Крыма? Ну да, действительно, это Крым, потому что материковая часть доступна для крупных нефтяных компаний. В Крым они боятся идти из-за станции, и поэтому розничные терраторы Крыма, поскольку нет нефтепереработки на полуострове, они становятся заложниками этой ситуации, а по большому счету заложниками становятся украинские потребители. Что ж, Сергей, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с украинским экспертом топливного рынка Сергеем Шапегиным, а темой нашего сегодняшнего эфира стала договоренность между российскими нефтяными компаниями, которые согласились заморозить цены на бензин на внутреннем рынке до конца года. В том числе это коснется новости аннексированного Крыма. Об этом мы и беседовали сегодня в нашем эфире. Хочу коротко еще раз напомнить нашим слушателям, о чем идет речь. Согласно документу, до конца года нефтяные компании будут удерживать цены на топливо для внутреннего рынка на уровне июня 2018 года. В случае нарушения соглашения правительства может запретить нефтяникам экспортировать нефтепродукты за пределы России. Подобная попытка уже предпринималась летом этого года. Осенью нефтяные компании вновь начали повышать цены. И вот Сергей Сапегин в нашем эфире сказал, что на самом деле такое решение придержать цены вряд ли сдержит рост цен надолго, однако создаст достаточно благоприятные условия, в том числе для спекулянтов, особенно на территории аннексированного Крыма, где международные компании, большие, крупные российские компании не могут функционировать из-за боязни санкций. На этой ноте вынужден закончить наш сегодняшний эфир. В студии с вами был Александр Голубов радио Крымреалии. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин